На севере жить, на севере учиться, на севере оставаться и развиваться. Благодаря многочисленным программам поддержки молодых специалистов в регионе созданы все условия, чтобы подготовить профессионала своего дела и замотивировать их оставаться на севере. Помогать развитию региона. С вами Валерия Романова и программа «Город живет». Мы должны готовить специалистов по всем отраслям, которые востребованы на рынке. Это требует пересмотра, корректировки учебных планов, где-то увеличения соответствующих затрат в граммах госзаганов. Мы готовы принимать эти решения, но важно, чтобы это действительно было эффективно. Сегодня в Мурманской области более 30 образовательных учреждений, которые готовят специалистов разных направлений, от технических до социально-правовых. Каждый из вузов и колледжей оснащен современным оборудованием и имеет сильный педагогический состав. Изучая теорию на занятиях с профессионалами, проходя практику на площадках крупных региональных компаний, выпускники знают – на рынке труда будут востребованы. В этом году нашему учебному заведению исполняется 92 года. Мы являемся старейшим техническим учебным заведением Кольского полуострова. И, конечно же, все эти 92 года мы готовим кадры для Арктики. Большое количество ребят у нас получают именную стипендию, специальную стипендию имени губернатора за активную свою деятельность, за активное участие во всех региональных мероприятиях, но и также, конечно же, за отличную учебу. Филиал Мурманского арктического университета в Кировске ежегодно выпускает почти две сотни профессионалов по 13 направлениям. Три из них финансируются за счет средств регионального бюджета. Это обогащение полезных ископаемых, гостиничное дело и маркшейдерское дело. Я сюда подала заявление на базе девяти классов. Мне показалась эта специальность очень интересной, так как работа маркшейдером востребованная, сложная. И именно этот колледж единственный на Кольском полуострове, кто выпускает отсюда данную специальность. Филиал МАУ в Кировске единственный на Кольском полуострове, кто занимается подготовкой кадров по специальности маркшейдерское дело. В сравнении с другими направлениями конкурс на поступление здесь самый большой – восемь человек на место. Студентка второго курса Инна Суханова со своим будущим определилась еще в школе. А придя на занятия в терем, убедилась – с выбором города и будущей профессии не ошиблась. Мне очень симпатизирует компания ФосАгро. Широкий спектр, где можно работать маркшейдером. Еще одно направление – филиале МАУ, которое пользуется популярностью среди выпускников школ со всего Заполярья – обогащение полезных ископаемых. Современные лаборатории создают условия, приближенные к настоящему производству. Оснащать их новейшим оборудованием помогает компания ФосАгро. Студенты с первого дня учебы приступают к практике и нарабатывают профессиональный опыт. Виктория Шабанова, студентка второго курса, приступает к процессу дробления руды не первый раз. На ней спецодежда и средства индивидуальной защиты. Техника безопасности, говорит Виктория, это первое, чему учат на занятиях. Еще в школе девушка мечтала уехать в Санкт-Петербург, стать стюардессой и покорять воздушные горизонты. Но в последние дни перед выпускными экзаменами изменила решение. В родном городе она сможет реализовать себя лучше. Я выбрала именно эту специальность, так как считаю востребованной в нашем регионе и хорошо оплачиваемой. И в дальнейшем я смогу содержать свою семью с помощью этого заработка. В будущем я хочу работать на «НОФИ-3» на отделе флотации. А вот одногруппник Виктории Иван Филиппов в выборе будущей профессии ни на минуту не сомневался. Решил развивать горное дело в регионе. Здесь очень много рассматривается всяких технологических процессов. Здесь участвует химия. Также здесь нужно знать какую-то самую механику процесса, разные физические свойства веществ. То есть нужно обладать достаточно большим багажом знаний, чтобы, собственно, получать концентрат и помогать нашему региону. Я считаю эту специальность достаточно востребованной в нашем регионе и очень перспективной. Здесь представлен готовый концентрат аппетитовый и небольшая его проба. В филиале Мурманского арктического университета в Кировске студенты с первого года обучения посещают площадки крупных предприятий региона, изучают производственный процесс, знакомятся с руководителями подразделений, выбирают место для практики и затем дальнейшего трудоустройства. Пользу взаимодействия студентов с будущими работодателями отметил и губернатор области Андрей Чибис. Чем раньше мы начнем нашим детям показывать, то же самое и поле, что, кстати, касается, показывать наших работодателей, делать не только стенды, а совместные программы посещения, о чем мы уже сказали, вводить какие-то дополнительные системы мотивации, не степеньки, не спорить, то, что надо активно делать. Чем больше талантливых компетентных кадров, наши экономики заинтересованы. Можно выучить теорию, а на практике не справиться с простым заданием. Например, для работников сферы туризма очень важно развивать стрессоустойчивость и сообразительность, идти в ногу со временем. В филиале МАУ в Кировске оборудованы не только лаборатории и классы, но и создан симулятор настоящего отеля. Мы находимся сейчас в службе приема и размещения. Здесь мы тренируем наши навыки бронирования. У нас есть компьютер, на котором у нас открыта программа специальная. Там мы, получается, вводим фамилию, имя, отчество, какие номера, дату заезда, дату выезда, есть телефон специальный для этого. Для студентов старше второго курса преподаватели разработали целую программу проверки на прочность. Здесь и все атрибуты процесса регистрации, приема гостей, и капризные постояльцы, и непредвиденные обстоятельства в настоящем номере отеля. Все для того, чтобы погрузить студентов в реальные условия индустрии гостеприимства. Нас водили в Гиперборе в прошлом году. Достаточно интересная была экскурсия. Нам рассказывали про номера, рассказывали, как бронируют, как заселяют гостей. Делали нам экскурсию по номерам, рассказывали, что входит, что есть, в принципе, там. Очень интересно. Мой родной город. Мне здесь очень нравится. Мне очень нравится, как сейчас развивается у нас, в принципе, туризм. У нас очень сильно идет развитие в эту сторону, и сейчас требуются квалификационные специалисты. Мне нравится моя специальность, и именно поэтому я и пошла на гостиничное дело. На гостиничный номер здесь студенты учатся правильно заселать кровать. Также здесь происходит уборка номерного фонда перед заселением гостей. В будущем, после всей практики, это помогает работать уже в гостинице, потому что есть уже определенный опыт правильного обслуживания гостей и правильного обслуживания номера. Это очень важно для комфортабельного проживания. Профессия интересная, очень хочется узнать. И также, чтобы в Кировске и в Апатитах были хорошие сотрудники, так сказать, которые знающие свое дело. Потому что, к сожалению, мало, очень много уезжают отсюда. Хочется, чтобы города развивались, потому что есть на что посмотреть. Красивая природа, местность и люди тоже. Не везде такие люди есть, как в Кировске и в Апатитах. Кировск входит в пятерку самых популярных направлений у туристов, которые едут в Мурманскую область. Александра Анисимова и Полина Скворцова, студентки второго курса по специальности гостиничное дело, рассказывают, полученные образования и полезные практические навыки помогут им устроиться на любой туристический объект города. В этом году у девушек в планах практика в гостинице «Северная» и спа-отеле «Сакрама Гиперборея». После обучения у нас практически все ребята устраиваются на предприятии. Задача, которая была поставлена у нас в 2017 году – уменьшить отток молодежи из городов Кировска и Апатита на сегодняшний день выполнена. И помогает этому процесс раннего трудоустройства наших студентов. Мы практикуем уже с 2017 года раннее трудоустройство, перевод успешных студентов на индивидуальный учебный план. И ребята, которые себя хорошо зарекомендовали по итогам также производственных практик, уже трудоустраиваются с третьего курса на предприятии. Ну, конечно, это и помощь экономике, и в то же время это мотивация для наших студентов. Филиал Мурманского арктического университета в Апатитах ежегодно выпускает более 300 специалистов по 15 направлениям. 85% из них трудоустроены в нашем регионе. У нас традиционно не менее 85%, а по ряду направлений, особенно по ряду инженерно-технических направлений, это 100% трудоустройство. Я захожу в организации Кировско-Апатитского района, любую организацию можно назвать, организации по региону, я иду по коридору, и вот здравствуйте, 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 здравствуйте из всех кабинетов, и я понимаю, что это наши выпускники. То есть у нас и инженеры на предприятиях, и техники, и геологи. Широкий спектр, и есть гуманитарные направления, и IT-специалисты, и мэры городов даже у нас, и это наши выпускники. Более половины студентов филиала Мурманского арктического университета с первых лет обучения переходят на индивидуальный учебный план и успешно совмещают занятия и работу. Изучают будущую профессию сразу на практике. Наши два ключевых работодателя – это компания «Фасагра» и наш партнер в научной сфере – это «Фицкая НЦРАН». То ребята, по сути, с производством с первого курса посложнее немножко, но вот случаи и кейсы с «Фицкой НЦРАН» у нас имеют место быть. То есть ребята уже с первого курса вовлекаются в исследовательские проекты и включаются уже в настоящие работающие команды Российской академии наук. Я являюсь сотрудником Горного университета, где я выполняю функции программиста и в составе команды мы презентуем свои проекты на выставках и конференциях, в том числе с международным уровнем. Мне сказали, что вот таким-то ребятам требуется программист, который может что-то сделать с микроконтроллерами. Я позвонил, меня пригласили в лабораторию, показали, что и как делать, спросили, сможешь, я скажу да, и вот так завертелось. Будущий выпускник МАУ Роман Воронин трудоустраиваться, будучи студентом, не планировал. Но на втором курсе понял, полученных знаний за два года учебы в ВУЗе для начала работы достаточно. Благодаря своим наработкам он стал обладателем именной стипендии губернатора Мурманской области и стипендии президента Российской Федерации. Сейчас наш регион выделяет много мер поддержки для молодых ученых в частности. Поэтому на ближайшие перспективы я хочу остаться здесь, в своем регионе. Еще одна студентка филиала МАУ в городе Апатиты планирует профессионально развиваться, оставаясь в родном регионе. Для этого считает Дарья Нечитайленко. В Мурманской области созданы все условия. Благодаря нашему губернатору я задала ему как-то вопрос, куда пойти работать такому специалисту, как я, то есть с таким направлением, как социология. Что-то произошло, мне позвонили и пригласили на практику в Центр управления регионом. То есть я все-таки думаю, что я уйду туда и буду продолжать там работать. И как бы я хочу уйти в магистратуру на государственное муниципальное управление. С нынешней программой для молодых специалистов в жизнь в Арктике это просто что-то, наверное, невероятное. То есть столько бонусов, столько программ. Ты можешь себя настолько сильно круто реализовать именно в Арктике, в области. Поэтому я думаю, что стоит оставаться здесь и никогда не уезжать. Для сферы здравоохранения в регионе тоже готовят своих специалистов. Например, в Апатийский медицинский колледж можно поступить на 4 специальности. Лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело и лечебная диагностика. Медицинский колледж, там действительно он очень достойно выглядит. И оборудование очень достойное. И еще раз говорю, удивительная, очень приятная атмосфера и в коллективе, и среди студентов. Очень радует. Порядка 80% наших выпускников трудоустроены в медицинской организации региона. Ну и, конечно же, цель правительства, цель нашего региона – это и укрепление материально-технической базы образовательной организации. В 2022 году на базе Кольского медицинского колледжа организованы две современные мастерские финансирования за счет федерального бюджета и за счет региона Мурманской области, за что мы достаточно благодарны. И специалисты практикующего здравоохранения достаточно высоко оценивают наше оснащение, возможность ребятам отрабатывать необходимые навыки, манипуляции для того, чтобы быть высоко квалифицированными и быть подготовленными к тому, что их ожидает в больницах. Ежегодно после прохождения практик проводится такое анкетирование специалистов практикующего здравоохранения, тех больниц, в которых были наши ребята на практике. И по результатам мониторинга отзывы о подготовке достаточно высокие, мы не хотим терять эту планку, будем ее только улучшать, улучшать и повышать. Оценить уровень образования в учебных заведениях губернатор Мурманской области решил лично. В сентябре этого года Андрей Чибис посетил Апатитский политехнический колледж имени Голованова. В АПК, как называют его студенты, губернатор приехал без предупреждения и сразу направился в учебные лаборатории. Первым с главой региона пообщались студенты третьего курса направления поварское дело. Андрей Чибис поинтересовался, насколько хорошо ребята знают арктическую кухню. Далее погружение в механику. Мастерской горного дела губернатор посетил занятия студентов второго курса. Пока у нас учебная внутри колледжа практика. Делаем мы сейчас накладку декоративную для замка. Я вот уже изначально был побольше кусок. Я сделал, отмерил все, выпилил, делаю уже отверстие. На обновление лаборатории общежития колледжа из бюджета области с 2019 года направлено свыше 40 миллионов рублей в рамках стратегического плана «На севере жить». Большой вклад в организацию учебного процесса внесли и давние партнеры. Компания «Фасагра», например, помогла оборудовать мастерскую обслуживания тяжелой техники. Здесь студенты-механики изучают строение двигателей, на технологичных тренажерах выявляют, устраняют неисправности моторов, а также получают первые навыки управления тяжелой горной техникой. На бульдовере они получают права, практическое вождение у нас автодромский, на четвертом курсе я не учусь. Принятость обучается, получает права в экзаменах грузовских надзоров. И также на погрузчике учатся. Погоняем на автодроме. Сегодня Политехнический колледж имени Георгия Голованова подготавливает специалистов по 15 направлениям. Каждая из них традиционно проходит практику на производственных площадках региона с возможностью дальнейшего трудоустройства. Глава региона на заседании правительства отметил, важно создавать комфортную обстановку для студентов и в учебных заведениях региона, и в городах, и на предприятиях, чтобы выпускники средних, специальных и высших учебных заведений оставались в регионе и видели здесь свое профессиональное будущее. Поэтому комплексная поддержка учебных заведений со стороны регионального правительства продолжится. С вами была Валерия Романова и программа «Город живет». Увидимся!